Может ли российский чиновник украсть что-то, что вот прямо в этот момент рассматривает миллион человек и чуть ли не под микроскопом? И еще как может. И наша сегодняшняя история именно об этом. Это такая очень мелкая, но очень забавная ситуация, и я думаю, она вам понравится. Дело в том, что в центре Москвы посадили деревья. Была такая масштабная реконструкция Тверской улицы, которая обошлась бюджету, между прочим, почти в миллиард рублей. Она длилась несколько месяцев, вызвала огромные пробки и такие же огромные скандалы. Все очень возмущались реконструкции и говорили, что это ужасно дорого, очень бестолково. А мэрия Москвы всем отвечала, ребята, вы подождите, мы сейчас все доделаем, а главное, дождитесь, пока мы высадим деревья. И тут наступит такая красота, что вы сразу забудете про все свои претензии. Красота-то какая, лепота. Ну и вот, значит, вся Москва ждала этих деревьев, чтобы посмотреть, что же такое получится. Дождались. Деревья посадили, и не то чтобы стало прямо очень красиво, но как минимум они обращают на себя внимание, это не какие-то там чахлые кустики, а взрослые многолетние деревья. Ну и, конечно, в первую очередь всем стало очень интересно, а сколько стоит посадить одно такое дерево? Ну вот вы сами, как думаете, сколько это стоит? 30 тысяч рублей, 50 тысяч, может быть 100 тысяч рублей? Интернет довольно быстро вам расскажет, что такая услуга предоставляется. Вы вот себе на дачу можете заказать большое взрослое дерево, его привезут и посадят. И разброс цены здесь будет от 10 до 60 тысяч рублей. А теперь смотрим, сколько мэрия Москвы заплатила за свои деревья. Мы берем госконтракт, смотрим общую сумму, смотрим количество деревьев, они разные, дубы, липы, яблоня. Но если поделить, то мы увидим, что средняя цена одного дерева, с учетом посадки и ухода за ним в течение года, составляет 260 тысяч рублей. Еще раз, это за одно дерево. А закупили их аж в Германии, что отдельно, конечно, большая ирония, мы даже уже и деревья в Россию везем из Германии сейчас. Но подождите, мой ролик даже не об этом. Если мы такие богатые, что можем покупать деревья по 260 тысяч, то пусть. Хотя замечу, это выглядит довольно странно, что одновременно с этим государство не может оплатить, например, лечение детей. И их родители частенько, к сожалению, собирают деньги в интернете. Просто я хотел бы, чтобы, если уж мы выкинули такие деньги на деревья, то они оказались бы на своем месте. А вот у нас, прямо здесь, прямо в этом кабинете, был такой смешной эпизод. Мы в ФБК обсуждали этот госконтракт на закупку деревьев. И на совещании я сказал, и ведь, знаете, наверняка они пару деревьев, конечно, украдут себе на дачу. А Люба Соболь, главная в ФБК по государственным закупкам, мне на это ответила. Нет, Алексей, я уверена, что они не будут воровать на этом объекте. Ведь был такой скандал, так много внимания было приковано к реконструкции Тверской улицы. Мэр лично занимался этим вопросом. Я уверена, что каждое деревце будет на месте. После этого мы решили, что есть только один способ разрешить наш спор. Поехать и посчитать эти очень дорогие деревья. Согласно контракту, на Тверской улице должно быть четкое количество. 111 деревьев, 14 яблонь, 96 либ и 1 дуб. Мы дождались декабря, когда официально закончился срок исполнения контракта, и поехали проверять. Мы приехали на Тверскую, чтобы посчитать все деревья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот еще семь деревьев. Итого, на Тверской улице обнаруживается 106 деревьев. А 5 деревьев на сумму 1 миллион 285 тысяч рублей не просто нет, но даже и нет места, куда их сажать. Если только, конечно, не начинать заново долбить только что положенный за немыслимые деньги гранитный тротуар. Ведь это взрослое дерево, и для его посадки используют вот такую специальную огромную яму. Это я все говорю на тот случай, если чиновники начнут врать, что они не успели, или что деревья были, но их съел жук-караед, присланный госдепом США. Караед здесь совсем ни при чем. Наверняка растут наши липоды, яблони, купленные в Германии по 260 тысяч рублей за штучку, где-нибудь на даче у Собянина. И гости, приезжающие к нему, наверняка так удивляются и говорят, Сергей Семенович, классные у вас тут яблони выросли. Вроде раньше мы их и не замечали. А Сергей Семенович такой им отвечает. Благодаря нашей партии, Единая Россия, и национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину, яблони в России стали произрастать гораздо быстрее, как бамбук в Китае. Да что там яблони, товарищи? У нас у всех дачи выросли на 2-3 этажа. Вот как хорошо идут дела. И еще два забавных факта об этих деревьях. Часть из них просто некондиционны, хотя любой москвич может это проверить. Обратите внимание на толщину этой липы. Все липы крупномеры, которые высаживались на Тверской, должны быть 60-70 сантиметров в обхвате. Но, как вы видите, это не всегда так. А еще там есть знаковое дерево. Дуб. Это единственный дуб, посаженный у здания центрального телеграфа в специальном месте. И давайте посмотрим, как проектировщики рассказывали нам о нем. Знаковое дерево. Дуб красный, отобранный специально для этого места. Знаете, прям так и хочется бросить все дела и побежать смотреть на знаковое чудо-дуб. Но вы можете не бежать. Дуб выглядит примерно вот так. На нем тоже явно сэкономили. Ну или украли. Так что спор я выиграл. И мы снова с вами убедились, что нет такого госзаказа, где чиновник не мог украсть. Пусть он даже резонансный, этот госзаказ. Пусть он на особом контроле. Пусть его разглядывают под микроскопом. Но все равно они там смогут стащить. И тут я хотел бы обратиться к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Дорогой Сергей Семенович, я, конечно, понимаю, что все сделано для того, чтобы граждане России просто перестали замечать, что их ежедневно обворовывают. Как телевизор не включишь? Тут война. Там бендеровцы. Здесь карактери. Тут ИГИЛ наступает. Обама, Трамп, Меркель. В вашем твиттере то же самое. Геополитика, все дела. Но только вот так получилось, что, несмотря на такие важнейшие глобальные вещи, мы все равно заметили, как вы с вашими чиновниками липы утащили. Верните, пожалуйста. Мы заплатили за эти деревья, и у нас есть точный список пропавшего. Липа – 4 штуки. Яблоня – 1 штука. То есть украдено 5% от всех деревьев, которые должны были быть высажены. Всего, повторюсь, на сумму 1 миллион 285 тысяч рублей. Вам, может быть, это и мелочь, а нам не очень. И если вы из нашего кармана деньги на это вытащили, то извольте, пожалуйста, деревья вернуть. Я вам даже больше скажу, дорогой Сергей Семенович. Реконструкцию ведь вели не только на Тверской улице, а и на десятках других. И деревья по этой безумной цене покупали для всех улиц. И если вы уж с главной московской улицы не постеснялись унести, то мы уверены, что на более периферийных все еще хуже. Поэтому сейчас мы возьмем все контракты. Соберем волонтеров. Все обойдем ножками и все пересчитаем. Должно быть 2875 деревьев на сумму почти 750 миллионов рублей. Мы посчитаем каждое. И почему-то нам кажется, что и от этих 750 миллионов чиновники урвали хороший кусок. Может быть, в связи с этим кто-то из чиновников мэрии сам захочет что-то рассказать, не дожидаясь нашей общественной проверки. Как говорят в таких случаях, чистосердечное признание смягчает вину. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.